Здарова, народ! С вами Сарбазан, и сегодня мы будем исправлять катсцены в компьютерных играх. Кто не знает, я работаю в сфере 3D и занимаюсь симуляцией волос, одежды и разных динамических штук. Сейчас непосредственно в футаже, на экране вы видите мультфильмы, над которыми я работал. Когда я вижу в компьютерных играх, когда не использую симуляцию, а использую какие-то другие методы, это выглядит палевно, и у людей как-то подсознание говорит, что здесь что-то не то, что-то не так сделали. На примере игры Medium я буду исправлять сцену, которая была сделана не симуляцией, а всякими ухищрениями, костями, анимацией. Сейчас главный герой будет натягивать на труп в морге ткань, и это будет выглядеть немного странно, поэтому давайте ее исправлять, погнали! В общем, что нам понадобится? Во-первых, программа Гудини, в которой я в основном работаю. И это является основным пакетом 3D, который я использую. Но также использую Maya. Ну, привык, там много удобно делать вещей. Ладно, что нам нужно будет непосредственно из модели? Я вот скачал такую модельку человека, потому что там у нас в этой сцене дядька лежит, и мне нужен был человек с опущенными руками, я нашел такого. Сам человек опущенный, не опущенный, не знаю, но руки есть все, как мне надо. По сути, вот это вот находится за кадром, поэтому нам это не нужно. Так, далее, что я делаю? Обязательно в Гудини нужно уменьшать модель, и я ее сразу перевернул. Здесь есть такая линейка, видите? 0, минус 2, да? То есть я персонажа сделаю где-то практически 2 метра. Ростом, ну, чуть меньше, метра 90, да, допустим. Для чего это делается? Потому что Гудини изначально понимает размеры нормальные, то есть все здесь вот эти вот тулзы, которые висят, они заточены под нормальные размеры, там метр, два метра, человек, там, грубо говоря, ребенок, там, метр, человек, там, два метра. А у нас сейчас был персонаж больше, видите, я уменьшил его на одну сотую, то есть в сто раз я его уменьшил, вот, соответственно, там был просто гигантичий модель, и тогда бы все считалось бы, если бы мы не считали симуляцию, то это было бы как на огромном Титане, мы бы там считали, поэтому там бы никаким настройками-то уже это не переделал. Так, мы его повернули, положили, да, грубо говоря, надо теперь сделать стол. Стол, у нас, мы просто берем бокс и прям сразу выводим его отсюда, и у нас получается такой боксик, я его чуть уменьшил, типа такая площадочка. Вот это, по сути, все заглушки, сильно прям стараться-то не надо в этом плане, ну, есть боксик, есть. Далее мне еще нужна была рука отдельно, которая будет хватать эту ткань, поэтому я просто взял его же руку, отрезал и заанимировал. Вот здесь, видите, я проанимировал руку, то есть она будет у нас вот так вот снимать, тянуть, стянуть, огибать голову, давайте, чтобы было понятней, вот у нас тело, вот тут будет ткань, и мы его будем так огибать. Так, что касается тряпки самой, вот я создал плейник и передвинул его над персонажем, то есть мне надо будет у него скинуть эту ткань. Сетка недостаточно плотная, мне показалось, я ее чуть не делал поплотнее. Для чего это, чтобы детализация была получше, чтобы больше мелких складочек было. Далее мы назначаем это все одеждой, и потом вот этой нодой мы делаем... Сейчас, секунду. Давайте смотрим. Так, вот видите, у нас уже есть заготовка, где эта ткань опущена. Вот она выглядит таким образом. Для чего это делается, чтобы каждый раз, грубо говоря, если тебе поменять, ну, нужно поменять в симуляции какие-то параметры, чтобы ты каждый раз не ждал, пока эта ткань упадет, пока она уложится, и только потом уже ее стягивать. Так, здесь я что-то экспериментировал, но это был плохой эксперимент. Далее просто мы создаем солвер, который все нам это считает. Вот он все считает. Вот у нас уже рука появилась, которую я загнал вот здесь. То есть у нас тут, видите, какой, да, комплект? Тело, стол и рука. Обо что будет тряпка соприкасываться. Далее мы... У меня посчитано уже кэш на эту тряпку. Выглядит он вот так. Почему он вот так прыгает? Потому что здесь, когда я пускал тряпку, у меня были другие настройки солвера. Вот здесь они, ну, другие пришлось менять по ситуации. И в итоге, по факту, все равно надо ждать, пока она опустится. Вот, но это не так долго, 20 кадров, в принципе. Она поэтому так резко нажимается, но потом она расслабляется. И дальше у нас рука. Вот ее здесь не видно просто. Она накидывает ткань на персонажа. Все. И вот так персонаж лежит. Дальше мы постпроцессом добавляем еще более плотную сетку. То есть, видите, как она выглядит. Отключить и подключить. Вот более такая тканюшка. Вот так можно сделать. Так, вот. И у ткани есть толщина. Да, и поэтому я решил ее вытолкнуть постпроцессом. Здесь эта галочка делается. То есть, изначально-то она... Вся симуляция у нас происходит всегда на плоских тканях. То есть, нет никакой геометрии внутренней. Здесь дальше мы экструдим геометрию. И получается такая вот толстая тряпка, которую накинул персонаж. Вот видите, она вылезает. Так, я уже... Я выставил камеру. Вот, непосредственно камеру. Как в игре практически, да? Так, и как это у нас все выглядит? Вот я закэшировал. Давайте мы, знаете, что сделаем с мерджем. Эту ткань. И вот эту всю катавасию, которая там участвует в этом процессе. Вот стол, соответственно. И давайте с нулевого кадра смотрим, как это работает все. Убираем смуз. Так, и давайте погнали. Хоп. Так, ну, сейчас надо будет еще чуть-чуть поработать с настройками ткани, потому что сейчас он себя не очень хорошо ведет. В общем, поигравшись с настройками constraint в ткани, я добился нужного результата. Накинул текстуру как ткань, так и на персонажа нашего. И давайте посмотрим, как это выглядит. Я думаю, что это как минимум лучше то, что было. Я не говорю, что это идеально. Я все же потратил вечер на это. Можно еще, конечно, отполировать. Но в любом случае, этого достаточно для компьютерной игры. Если хочется лучше качества, то здесь нужно плотнее делать сетку, чтобы более реалистично было. Но тогда такую сетку не очень потянет сам движок. Возможно, будет тормозать за это. Поэтому я выбрал мне некую золотую середину. И если у вас, например, есть какие-то моменты, которые вы хотели бы исправить в компьютерной игре, я не знаю, увидев то, что там как-то криво сделано, пишите в комментарии. Будем рассматривать все варианты, пробовать. У меня уже есть один вариант, который я хочу исправить. Он уже более сложнее, чем данный. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и, соответственно, подписывайтесь на канал. Все, кто еще не подписался. Алибидерчи!